Как защитить ребенка от опасности внешнего мира? Просто непрерывно быть все время рядом или разводить все тучи руками в буквальном смысле? Но так ли работает родительская опека? Обсудим вместе с нашим экспертом. Это психолог Евгения Худинская. Евгения, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, что такое гиперопека от родителей? Гиперопека – это чрезмерное желание оградить своего ребенка от всех внешних воздействий. Причем и положительных, и отрицательных. В гиперопеке очень важно различать, где есть норма, где уже родитель перешагнул вот эту грань, и забота превратилась именно в гиперопеку. А как уловить эту тонкую грань? На самом деле есть некоторые пункты, по которым мы можем понять, что родитель уже слишком опекает своего ребенка. Например, когда родитель пытается что-либо делать за ребенком. Все мы понимаем, что жизнь наша очень быстротечна, хочется быстро совершать действия, не затормаживаться ни на чем. И даже элементарные вещи, когда ребенок пытается сам завязать шнурки, что делают родители? Помогают. Естественно, помогают. Да, потому что мы все торопимся. А на самом деле нужно делать это иначе. Нужно дать ребенку время, попробовать самому. То есть второй пункт, например, давать детям делать ошибки. Это тоже очень важно. Совершая ошибки, ребенок научится понимать, что он делал правильно, а что он делал неправильно. Еще одним важнейшим, конечно же, пунктом является то, что родители иногда сами не осознают, что они уже стали гиперопекаемыми родителями. То есть когда мама говорит, ну я же из заботы, я же из-за любви, тогда я советую таким родителям копнуть в себя и посмотреть, что вы уже как личность делаете не так, потому что, конечно, тут уже вопросы к самому родителю, что ему недоставало в его детстве, и что он пытается переложить на ребенка уже своего. Ну смотрите, вот эта вот идея о том, давать возможность ребенку совершать ошибки, родитель же пытается уберечь от опасных последствий, которые могут привести эти ошибки. И как уловить вот... Да, я понимаю, это вот грань, это совсем тоненькая, но тут нужно понимать, когда у ребенка есть угроза жизни, тогда да, вы должны, естественно, помочь. Но если это бытовые вопросы, которые ребенок вполне может решить сам, то, конечно, нужно предоставить ему эту возможность, потому что, к сожалению, есть такие родители, которые даже в подростковом возрасте пытаются встречать детей из школы, когда он уже вполне самостоятельно дойти или прийти в эту школу, или приехать даже, да, пытаются постоянно писать в разные мессенджеры, проверять любое количество времени, где ты находишься, с кем ты находишься. Это уже и про границы тоже, если мы говорим про подростка, да, то есть, которые, возможно, где-то не стоит уже нарушать и дать ему самостоятельно вести некую часть своей жизни. А чем чревато? Вот, допустим, хорошо, ну, гиперопека, да, родители стараются оградить, вырастить ребенка в парниковом эффекте. Да. Чем это чревато в будущем? В будущем это чревато, конечно, несостоятельной личностью, да, то есть это вырастет ребенок, который не умеет сам решать вопросы, не умеет сам складывать коммуникацию с другими людьми, не умеет постоять за себя. Это будут трудности во взаимоотношениях и с противоположным полом также. В таких глубоких смыслах это может привести даже к различным депрессиям и тревожности высокой, наличию различных наклонностей уже, которые, скажем так, физического плана. Поэтому это принесет только вред ребенку. Хорошо, а если все-таки вот родитель сел, подумал и понял, что да, я гиперопекаю своего ребенка, есть шанс что-то изменить? Конечно, нужно начинать мелкими какими-то шажками предпринимать мелкие действия, когда вы дадите ребенку возможность что-то делать самостоятельно. Ну, например, можно проконтролировать, видите, ребенка незаметно, скажем так, для ребенка. Если вы тревожитесь, правильно ли он сел на остановке, доехал ли он до школы, то в любых мессенджерах сейчас есть геолокации. Вы можете проверить это, успокоить свои нервы, что ваша чада от пункта А до пункта Д смог добраться. Конечно, да. То есть маленькими какими-то пунктами постепенно увеличивать вот эту возможность давать ребенку быть самостоятельным. А вот с какого возраста нужно начинать давать ему быть самостоятельным? Смотрите, смотря что мы рассматриваем, есть разные вещи. Но вот я сказала не зря про пример про детский сад и шнурочки, да. Поэтому, конечно, уже в маленьком возрасте мы можем учить своих детей быть самостоятельными. Если это твоя комната, то ты можешь убирать сам в ней, да. Конечно, есть мамы, которых там раздражает этот бардак и так далее. Выдохните, дайте себе возможность пойти попить чай. Ничего катастрофического не случится, если он будет убирать не за 10 минут, а будет делать это час. Можно же вовлечь туда папу, всю семью. Можно проиграть это в виде игры. Вы так легко подбросили. Можно вовлечь папу, а я пойду пить чай. И облегчить самой себе жизнь. Конечно. Прекрасно. То есть проиграть эту ситуацию по-другому, чтобы это было интересно ребенку, да. Показать, что это можно сделать интересно, немножко по-другому, а не стоять с ремнем и ждать, пока он там 5 минут вас будет убирать, или тревожиться, что, не дай бог, там где-то он пропустил, или игрушка валяется. Можно, да, вообще быть более находчивой и придумать какой-нибудь интересный способ мотивировать к этому действию. Кому, папу? Всех. Всех. Главное мудро и... Поэтому, ну, есть некоторые вопросы, когда родителю стоит самому успокоиться и дать себе самому возможность не контролировать. То есть проработать свой собственный внутренний мир и свои какие-то вещи психологические, которые, возможно, делают его таким гиперопекаемым. Для того, чтобы не сталкиваться с гиперопекой, рекомендую еще раз посмотреть нашу беседу в формате интервью на платформе YouTube и под запись выписать те пункты, которые вам понравились. Ну, а я напомню, что в нашей студии была эксперт и психолог Евгения Худинская. Хорошего дня. Хорошего дня. Хорошего дня. Хорошего дня. Хорошего дня. Хорошего дня.